И раз мы говорим про нестандартное решение, то неизбежна тема моделирования с нуля. В Homestaller внедрили возможности из программы SketchUp. То есть мы чертим 2D и преобразуем такие заготовки в объем. Здесь возможности по-настоящему безграничны. Поэтому я вкратце показываю, что мы делаем в курсе. Создаем вот такое зеркало, в котором комбинируем возможность использовать корпусную секцию. Давайте будем разделять. Если мы что-то можем взять готовое, мы берем готовое. Если готовых вариантов у нас нет, мы начинаем моделировать. Поэтому по размерам чертим данное основание. И конечно же назначаем материал. Еще для мягкой обивки стен или панелей показываю разные варианты, как будет вести себя модель при тех или иных настройках. Ну то есть я закладываю базу, чтобы вы понимали, как можно действовать. После уроков вы сможете создать подобную декорацию на стене. И уже каких-либо трудностей у вас возникать не будет. Я специально показываю разные варианты профиля. Ну вот например, когда у вас в основании есть туговые сегменты. Я уверена, вы встречали такие модели. Может быть гипсовая 3D лепнина в виде риек. Вообще, если говорить про современный рынок, то там разнообразие таких изделий просто сумасшедшее. И очень важно уметь с ними работать, что говорится, с нуля. То есть вы должны понимать, как это сделать. Вы никогда не знаете, что попадется и что потребуется вам для того или иного интерьера. И здесь мы используем метод выдавливания по пути. Те, кто когда-то работал в скетчапе, знают про такую технологию. И мы ее в дальнейшем применяем для того, чтобы создать конструкцию потолка. Потому что там мы замоделируем профиль таким образом, чтобы предусмотреть место под подсветку. А далее я размещаю нашу конструкцию уже на подходящей отметке относительно уровня пола. И на моменте визуализации нам останется добавить освещение, чтобы получить приятную картинку. У нас будет также отдельный урок по моделированию фурнитуры. В библиотеке, когда я сделала наш шкаф, я не нашла подходящую ручку, как я хотела. А дизайн это дело тонкое. Мы не можем плюс-минус где-то так приблизительно. В этом-то и суть, что мы показываем точное соответствие, что хотим воплотить в жизни. Поэтому очень быстро в рамках одного урока мы ее с вами замоделируем. Напоследок покажу вам комплексное использование инструментов моделирования. Потому что вы можете сделать отделку стены и еще дополнительно проработать определенную зону. Ну вот, к примеру, рабочее место, где вы уже самостоятельно определяетесь, какая у него будет конфигурация, какие будут размеры и как это будет выглядеть в вашем проекте. Но и это не является пределом. Показываю еще более сложную проработку для нашего интерьера. Здесь вы видите абсолютно нестандартный вариант потолка. Также есть криволинейные формы на моменте сопряжения стен с потолком. Ну и некие конструкции из гипсокартона, которые также содержат криволинейные сегменты. То есть, возможности по моделированию по-настоящему обширные и вы можете воплотить любые дизайн решения. Продолжение следует...